Всем привет! Сегодня у нас 7 июня 2020 года. В этом видео покажу, что будет, если не обрабатывать, не проходить по дипоидным сливам, алыче и сливе, никаких мероприятий, если не проводить обработку. Это у меня соседская слива. Вот я стою, это мой участок, через забор соседский участок, рассадник вредителей и болезней. Короче говоря, она очень обильно свела. Сорт этой дипоидной сливы я не знаю, но тут было все увешано. Смотрите, данный сорт не обрабатывался ни разу ни от вредителей, ни от болезней. И вы можете видеть, что с урожаем. Урожай, можно сказать, на 99% уничтожен. Вот такое вот с ним происходит. Урожай буквально через 2 недели осыпется весь. Тут и так уже осыпалось. Дай бог. Тут средствует и сливовый пильщик, и плодожорки, что тут только нету. То есть просто капец. Реально жалко дерева. Но я не буду, конечно, обрабатывать соседские деревья. У меня своего сада хватает. То есть без обработок получить урожай практически нереально. Вот будет там, где вылазит клей. Там есть вредитель. Сейчас мы можем даже сорвать пару штук и разрезать их. Посмотрим, что внутри. Вот так вот. Урожай весь на крыше, на шифере. И у меня на участке. Вот так. На дереве его в ближайшие 2 недели не будет. Он весь отпадет. Сейчас я покажу свои дипоидные сливы, как они должны выглядеть с обработками. Вот я разрезал плоды, которые висели на дереве. Они полностью пораженные внутри вредителем. То есть них толка не будут. Они осыпятся и погоняют. И дерево будет без урожая. То есть рассадник хороший. Теперь мне надо бегать, прыгать, смотреть, чтобы у меня не было всех этих вредителей и болезней. Ну, я свой сад обрабатываю. Все обработки я оставлю ссылку в описании. Когда и чем я провожу обработку по сливам, по луче и по дипоидным сливам. Сейчас покажу свои дипоидные сливы. Как они выглядят. Вот так вот должны выглядеть здоровые деревья, не пораженные вредителями и болезнями. Весь урожай висит на дереве. Вот так вот. В отличнейшем состоянии. Урожая очень много. Вот. Это привитые ветки. Так, сейчас подойдем к другому сорту. Вот другой сорт. Тоже видно, что все красивые. Так, это у нас Ацарк. Это у нас был... Фух, что-то у нас было. Что у нас было десертное раннее. Вот так вот завязался Байрон Голд. Тоже можно видеть. Урожай весь целый. Отлично себя чувствует. Вот сорт новый. Не помню, что это. Ага. Это Крым Сон Го. То есть завязался он на сигналке. Сигнальный урожай. Это отпадет. Это Крым Сон Го. Так, сейчас покажу Тучи Сан еще. Кто-то мне спрашивал. Так, вот Тучи Сан. Есть плоды. Но я его вообще в том году, блин, после видео вырезал. Вообще ничего не осталось. Ни одних тоненьких веточках. Все урожайные ветки плодоносящие. Срезаны были на черенки. И тут них хрена не осталось. То есть плоды как бы есть. Ну, незначительно вообще. У отца в этом году зарязался он отлично. Он мне не дал порезать его на черенки. То есть вот Тучи Сан. У меня его немного в этом году. Вот. Вот он тоже висит. Ну, такой вот вид имеет на 7 июня. Сорт Тучи Сан. Это же прививка к дереву. Я его, конечно, не пожалел в том году. Сильно покромсал. Очень сильно. Так. Вот так вот вяжется Тучи Сан. Это прививка на другом дереве. Его я сильно не кромсал. То есть тут вот есть урожай. Побольше. Но в этом году буду снимать у отца урожай. Вот так вот завязался Барбан Гигант. Это у меня дома. Не в селе на другом участке. Это я уже его пронормировал. Вот такой имеет бит. Ну, а это Барон Голд. Это поздний сорт. Тут его тоже много висит. Вот такие плоды на этот период. Ну, короче говоря, это все с обработками. Без обработок бы было то, что у соседей. Вот так вот. Так что обрабатывайте свой сад, если вы хотите получить урожай. Хороших слив, дипоидных слив или лучи. Без обработок можете даже не думать о посадке. Саженцев, о покупке саженцев смысла в этом нет. Без обработок не будет ни хрена расти в саду. Это лично со своего опыта говорю. Вам понравилось видео ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.